Библейский портал экзегет.ру представляет Первая книга Паралипоменон, первая глава, перевод российского библейского общества, библейский портал Экзегет. Слушайте, ну если вы добрались до этой книги, первой Паралипоменон, наверное, вы прочитали все остальные книги Библии, разве что кроме второй. Почему? Да потому что эти книги, на самом деле, одна просто в двух томах, она поделена так же, как и книги царств, кстати, просто потому что раньше книги писали в свитках, и у свитка ограниченный объем, невозможно сделать свиток вот такой толщины, он будет неудобен. Так вот, эти книги, в общем-то, лишние. Вот как ни странно, если посмотреть так на то, что в них содержится, это все уже есть. Там практически нет ничего своего оригинального, есть, как правило, в книгах царств, но не только. Зачем эти книги были нужны? Вот первая и вторая Паралипоменон. Их название, кстати, по-русски вообще это выговорить невозможно, они греческие, эти слова Паралипоменон, и означают буквально остатки, книга остатков, ничего себе первая и вторая. Но если посмотреть на еврейское название, то это Дзеврей Гайамим, буквально это Деяние дней. Хроники их иногда называют по-русски, мне нравится это название, потому что это действительно такие хроники. Вот что было? Зачем нужна эта книга? В двух томах. Давайте начнем ее читать, посмотрим, чем она отличается от книги царств, например, в четырех томах. Адам, Шет, Энош, Кинан, Махалел, Еред, Енох, Метушела, Хламах, Ной, Сим, Хам и Яфет. Хм, вот если писать историю, то от Адама, да, обычно так издевательски говорят, от Адама, в смысле, ты не рассказывай всего от Адама, вот самую суть изложи. Автор этой книги идет совершенно другим путем, он рассказывает историю от Адама. Сыновья Яф, это Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мэшах и Терас. Сыновья Гомер, Ашкина, Зрифат и Тогарма. Сыновья Явана, Елиша и Торшиш, а также Ките и Родане. Кому все это интересно? Хотя, интересно, Гомер, но это, конечно, к Гомеру, к автору Илиады и Одиссея отношения не имеет. Это ладно, Магог и Тувал, Мэшах. Там есть пророчества Иеремии, где Гог и Магог, Мэшах и Тувал, какие-то далекие северные народы, оказывается, они от Яфета, а не от других сыновей Ноя. Интересно, Ките и Родане, кто-то, может быть, сомневается, кто это такие. Какие-то заморские народы иногда отождествляют их с Критом, с жителями Крита, иногда даже, скажем, с римлянами. То есть, вот он упоминает далекие северные народы. Он что, собирается нам описывать происхождение человечества? Сыновья Хама, Куш, Митсраим, Пута, Ханаан. Это уже ближе к Израилю, Митсраим, это Египет, Ханаан, это, собственно, название страны, в которой они живут. Сыновья Куша, Сываха, Велас, Автара, Ама и Савтыха. Сыновья Рамы, Сава и Деда. Но Куша также был сын Немрод, первый богатырь на земле. А, ну это мы в книге Бытия уже читали. Зачем повторять? От Митсраима, то бишь Египта, произошли лидийцы, анамии, лихови, нафтухи, патруси, кослухи, одних филистимляне и ковтареи. Филистимляне, оказывается, родственники египтянам. Зачем эта заметка? А вот филистимляне, злейшие враги, израильтян, откуда они взялись? Вот они не, как можно подумать, родственники греков, которые живут на островах, а они родственники египтян. От Ханаана произошли Сидон, это его первенец, город в Хиникии, так называется, Ихет, а также Ивусей, Амарей, Гаргишей, Хивей, Аркея, Синея, Арвадеи, Цамарей и Хаматеи. Некоторые из этих народов нам ничего не оговорят, некоторые это доизраильские обитатели Ханаана, что логично, они живут в стране, названной именем своего прародителя. Сыновья Сима, вот до семитов добрались, Илама, Шур, Арпахшад, Луда, Рамус, Хул, Гетер и Мешиху. Арпахшада был сын Шелых, у Шелыха сын Эвер, а Эвер, это, между прочим, созвучно слово евреи, еври на древнееврейском. У Эвера родилось два сына, одного звали Пелок, потому что как раз его время земля была разделена. Слово Пелог означает разделение. Где она была разделена? Народом, что ли, ее поделили? Непонятно. Брата его звали Йоктана. Йоктана были сыновья. Алмудат, Шелев, Хацармавит, Ярах, Хадурам, Узал, Декла, Гевал, Авимаэл, Савау, Фир, Хавила и Иовава. Это все сыновья Йоктана. Какое нам до них дело? Что он пишет, какую-то ерунду? Вот прямо лишняя книга, вот первое впечатление, да? Вот зачем эти перечни именем? Не понимаю. Симар, Пахшат, Шелах, Эвер, Пелег, Реусы, Руг, Нахор, Терах, Авраам. Он же Авраам. О! Авраам. Тот самый сыновья Авраама, Исаак и Измаил. Вот рассказ об их потомках. Мы добрались до прародителей израильского народа. А нельзя было сразу сказать, вот был Авраам. Вот книги Бытия уже нам рассказывают об этом все. А зачем он был? Вот какой смысл в том, что Авраам был избран? Древнее иудейское толкование. Вот как на каком-то золотом приске берет человек, старатель, и просеивает через сито много-много песка, земли, камней, и, наконец, золотой слиток. Ну, не слиток, конечно, самородок. Слиток — это уже когда выплавили. Из самородка можно выплавить слиток. Это Авраам. А вот это все земля, песок, который он просеивает, да, и которые, в общем-то, ему не нужны, но они там остаются. А ведь, смотрите, это история человечества. Человечество — это одна семья. Вот просто, как рассказывают там старики внукам, правнукам, да, вот был там дядя, была там тетя, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. Вот это вся наша родня. Мы все родня, не забывая об этом, мне кажется, очень важно. Дети этого не запоминают, конечно, потом пересматривают. У меня дома есть такие фотографии еще 19-го даже века, начала 20-го. Кто эти люди? Некоторых знают, некоторые утрачены, невосстановимы. Очень жаль, а ведь это мои родные. А вот они не утрачены в Библии. Вот они все упомянуты. Все-все-все народы, которых знали израильтяне, они все родственники, они все одна семья. Авраам, да, он прародитель израильтян, а все остальные — его дедушки, бабушки, тети, дяди, двоюродные, восьмиюродные, двадцатиюродные, но родные, человечество — это одна семья. А не так уж и зря все это написано. Первым сам Измаила был Навайот, затем родились Кидар, Абдеэл, Мефсам, Мишмаду, Мамаса, Хадат, Тимайя, Турна, Фиши, Кедм. Это сыновья Измаила. Он предок окрестных разных племен. Кстати, арабы считают себя потомками Измаила. Вот сыновья, которых отзяла Китурана, ложница Авраама. То есть, прежде чем говорить об истории Израиля, надо сказать, что израильтяне — это не какие-то упавшие из космоса инопланетяне, это часть человечества. Авраам был отцом Исаака, сыновей Исаака — Исаав и Израиль. Опять-таки, сначала рассказывается про того, кто не свой предок. Сыновья Исаава — Илефаз, Ревэла, Иуш, Ялам и Корах. Сыновья Илефаза — Тиману, Марцефи, Гатамки, Наздемна, Малек. Сыновья Ревэла — Нахадзарах, Шамай, Миза. Это вот все окрестные народы, племена, и с ними израильтяне имели дело. Сыновья Саира — он предок и Дамитян. Лутан, Шевал, Цивион, Анадишон, Эцерадишан. Сыновья Лутана — Хорихо, Мам, сестра Желатана была Тимна. Сыновья Шувал — Альян, Манахат, Гевал, Шефи, Ионам. Сыновья Цивион, Аяя, Иоанна. Сыновья Аны, Дишон. Сыновья, кстати, странно, Дишон, но один, но все равно сыновья так в оригинале. Что-то пропало, может быть, или исказилось при переписывании. Сыновья Дишона — Хамран, Ишбан, Итран, Икеран. Сыновья Эцер, Белхан, Зааван, Яакан. Сыновья Дишана — Уц и Аран. Вот цари, которые правили в Идоме еще до того, как появились цари его израильтян. Смотрите, другой народ и дом древнее израильтян. Слушайте, вот если бы я составлял историю государства российского, я бы сказал, а вы знаете, вот в Иране цари были задолго до того, как они были на Руси, что, кстати, правда, да? Зачем рассказывать историю другого народа, прежде народа своего? Вот цари, которые правили в Идоме еще до того, как появились цари его израильтян Белла, сын Беора, его столица звалась Денхава. Когда умер Белла, воцарился Иовав, сын Зераха из Боцруи. Когда умер Иовав, воцарился Хушам из страны потомков Тимана. Когда умер Хушам, воцарился Хадат, сын Бедада. Тот самый, который разбил меденитян на Муавских равнинах. Какие-то великие победы других царей своих бы вспомнить, да? Его столица звалась Авид. И каждый упомянутся своей столицей, они там переезжали. Такая еще неустойчивая государственность, да? Когда умер Хадат, воцарился Самла из Масреки. Когда Самла умер, воцарился Саул из Риховода Приречного. Риховод Приречный, надо же. Когда Саул умер, воцарился Баалханан, сын Абхора. Когда умер Баалханан, воцарился Хадат. Столица его звалась Паа. Его женой была Мехетавель, дочь Матре, дочери Мезахава. Какая разница? Нам, израильтянам, ну, я не израильтянин, но вот тем, кто читает эту книгу. И Хадат умер. Ну, конечно. Вот кланы и дома. Клан Тимны, клан Алвы, кланы Этета, клан Агалиевамы, кланы Лы, клан Пинона, клан Кеназа, клан Тиманы, клан Мефцара, клан Магдеэла и клан Ирама. Таковы кланы и дома. Мало того, что история дома, так еще и его племенное деление. Зачем? И дом один из самых близких народов и по происхождению, и территориально. Израильтяне, вы не одни. Вы часть человечества. Помните об этом. И вот конкретно вам фамильный альбом, ну, фотографий не было, с именами ваших многоюродных братьев, сестер, прабабушек, прадедушек. Помните о том, что вы часть человечества. А зачем тогда вы в этом человечестве выделены? Это другой вопрос. И о нем, конечно, в этой книге пойдет речь дальше. Продолжение следует...